Всем большой привет! Впервые в своей жизни я купила БУ-косметику, косметику с рук. Сейчас я вам покажу, что я купила. Косметики довольно-таки много, на мой взгляд, продавала девушка. И потом в конце я вам скажу цену, сколько это стоит. На самом деле, почему я купила? Не просто потому что, да, много косметики и как бы цена недорогая. Потому что есть два средства, которые я очень-очень сильно хотела попробовать, но, к сожалению, купить за полную стоимость в магазинах, ну, у меня просто нет таких возможностей. Поэтому вот как-то так. Ну и приступаем. Буду показывать все подряд, не буду группировать. Первый это вот такие вот ценюшки стайл, соло, одиночки, одиночки я их так называю. Они, в общем-то, сами по себе недорогие, по-моему, 100 с лишним рублей их можно купить, 105 оттенок. Вот. Ну, видимо, девушка тоже продает, на некоторые продукции срок годности подходит к концу. Почти 2,5 грамма здесь. Тенюшки я уже попробовала, мне они понравились. Мне нравятся такие цвета, я их просто обожаю. У меня, кстати, такого цвета теней еще нету. Вот. Ну да, они немножечко пылят, но это я как-то многовато, я схватила. У меня, посмотрите, сколько еще на пальце осталось. Можно два века прокрасить. Ну, прошу прощения за освещение, в общем, какое есть. Я и так нашла самую, самую удачную комнату. Так, вот такие вот ценюшечки. Камера у меня опять не фокусирует. Так, вот так. Так, продолжаем показывать. Это у меня блеск для губ Shine. Не знаю, мне кажется, это дешевый вообще блеск. Что-то я такой вот не помню, 90 оттенок. Вот он просто Shine. И сейчас покажу. Он такой из разряда, скорее всего, да, бюджетных, липкий, липковатый такой. Может быть, скорее всего, я его даже подарю своей сестре двоюродной. Ну, зато приятно пахнет. Он целенький, то есть целый бутылек, так же, как практические тени. А просто, знаете, бывает, что-то людям не подходит, да. Те же самые там тональные кремы, тени не нравятся. Ну, по всяким, по различным обстоятельствам выбрасывать жалко. Поэтому я считаю, что это нормально. Я решила рискнуть. Надеюсь, что все со мной будет хорошо. Посмотрите, она положила мне какое-то сердечко. Я, ну, понятия не имею, что это. Видно, что уже как-то липокоцаны. В общем, я не знаю, что это, если честно. В общем, будем пробовать. Напишите мне, девчонки, может быть, есть у кого-то вообще догадки, что это. Он, кстати, довольно-таки увесистый. То есть, он нелегкий. Ладно, хотя на фотографии его не было. Так, далее, смотрите. Вот такой вот у меня гель для волос, Галант. Его осталось меньше половины. Кью-10, протеины пшеницы, это гель для волос, мокрый эффект. Натуральное средство написано. Производитель Москва. Ну, в общем, я люблю себе делать эффект мокрых волос. Поэтому, ну, в любом случае, мне это средство пригодится. Так, как это мне? Вот так вот, наверное. Так, далее. Я не знаю, что это. Я до сих пор не поняла. То ли румяна, то ли тени. Ну, судя по аппликатору, наверное, это тени. Ни слова нету. Это или китайская, или корейская, в общем, косметика. Не знаю. Не знаю, девчонки, что это. В общем, я пока еще не пробовала, не тестировала. Ну, например, в качестве теней маловероятно, что я это буду использовать. Вот так вот. Это, по-моему, матовые они даже. Смотрите. Ну, в общем, да, наверное, это румяна. Посмотрите. Да, да, да. Это румяшки, девчонки. Они не сильно пигментированы. Ну, причем здесь вот этот вот аппликатор, я не знаю. Румяшки, я думаю, подойдут мне. Так. Далее. Вот такая вот тушь. Это тушь от Reflame. Я не знаю, есть ли она сейчас в каталогах. Вот такая Volume Build. Наверное, правильно так читается. Посмотрела я отзывы на нее. В принципе, тушь должна быть неплохая. Кстати, тушь была запаянная. То есть тушь абсолютно новая. Ну, видно по кисточке, да, и туши довольно-таки много. Кстати, кисточка довольно интересная, такая взъерошенная. Я думаю, мне она понравится. Ну, вот, девчонки, я пока только три средства попробовала. Вот такая вот тушь. Так. Далее, далее, далее. Посмотрите. Вот такое вот масло от Reflame для ногтей и кутикулы. Не знаю, опять же, есть ли оно сейчас в производстве, потому что отзывы я на него читала аж 2013 года. То есть, может быть, даже его уже и нет. В общем, написано, что очень классно питает ноги. Ой, ноги. Какие ноги? Ногти. Смягчает кутикулу. Ногтевая пластинка твердеет. То есть, видимо, обогащает какими-то витаминами, кальцием наверняка. Написано, что на основе натуральных компонентов. В общем, будем пробовать. У меня ногти свои не растут. Поэтому как-то так. В общем, масло. И стоило оно, кстати, довольно-таки недешево. Так, маслица. Дальше. Положила она мне тоже на фотографии. Этого не было. Москино. Москино. В общем, не знаю, как это читается. Чик. Чип энд чик. Вот вверху. Вот такой маленький бутылек мне стало любопытно. Я посмотрела в интернете. Вот такой вот бутылек. Здесь, по-моему, 4. 4 или 5 миллилитра стоит около 500 или 600. 600 рублей. В общем, фирменные духи. Девочки, это просто бомба. Во-первых, аромат мне просто очень сильно полюбился. Я посмотрела французские духи Ренни, которые я покупаю на разлив от Леванте. Там есть вот этот вот чип энд чик. Поэтому я обязательно куплю. В общем, я вчера нанесла за ушки. Прошли сутки. Даже нет, больше, чем сутки. И до сих пор от меня пахнет. В общем, это действительно. Это стойкие духи. Это очень классный парфюм. И аромат, он цветочный. В общем, здесь я смотрела и мускус есть, и персик есть, и, по-моему, бергамот здесь есть. В общем, целый букет. Ну, это классно. Действительно, аромат. Он прям такой женственный и очень такой богатый, колоритный. Так, девчонки, дальше. Ауэрри Мини, это Ари Флейм, подводка. Ничего не знаю, отзывы не читала, пока ее не пробовала. Вот такая вот кисточка. Вот она, кстати, с тенями, да, похожа. Сейчас я сделаю вам сводчик и покажу. Ну, посмотрите, она вот такая. Она не сильно броская. Вот так вот. Ну, конечно, с тенями будет теряться она, я так думаю. Поэтому не для этих тенюшек она, ну, красиво. Я повторюсь, опять же, я люблю такие оттенки. Так, далее. Вот такая вот помада. Ну, помады, правда, здесь осталось немного, но какой у нее классный запах. Я с продукцией Ари Флейм знакома плохо, скажу сразу, поэтому, как бы, я о ней, в принципе, мало что знаю. Какой у нее аромат. Такой жвачный, конфетный, такой-такой приятный. По-моему, есть такой легкий небольшой шиммер. Блесточки. Ну, их совсем мало. На губах я не знаю, видны они или нет. Ой, посмотрите, мне кажется, она даже полупрозрачная, на мой взгляд. Классная. Однозначно мне подойдет. И она, кстати, такая, сразу чувствуется, когда наносишь, что она увлажняющая. Будет классно увлажнять. А тоже, девчонки, кто занимается Ари Флеймом, напишите, пожалуйста, есть ли эти продукты сейчас. Особенно про помаду хочу знать, потому что помада действительно обалденная. Так. Далее. Время у меня сейчас закончится. В общем, вот таких вот две штукенции. Одна полная абсолютно, а вторая половинчатая. Это она просто у меня лежала, поэтому продукция, в общем, Golden. Девчонки, я не знаю, что это такое. Лирок. Но я так подозреваю, что это тональный крем. В общем, я попробовала сие средства на себя нанести. У него такая вообще консистенция интересная. Вы знаете, я бы даже сказала, что это вообще не крем, а это какая-то эмульсия. Он такой вот водянистый, немного жидковатый. Так, сейчас. Сейчас, девчонки, выжму. Попробую, по крайней мере. В общем, тоже ничего про эти средства я сказать не могу. Я их не видела, не знаю. Я сначала подумала, что, думаю, ну слишком уж темный для моей кожи будет. Посмотрите, прям черный. Но нет, этого средства надо совсем капелюшечку. Оно прям так вообще хорошо по лицу растекается, так сказать. И потом меняет совершенно оттенок. Да, он такой будет немножечко темноватый. Вот сравните, да, мои руки. Ну, видно разницу. Но все-таки он мне подошел. Поэтому вот таких вот два классных средства надо совсем немножко. Интересно даже, да, в интернете потом посмотреть, сколько они стоят. Так, что еще? Вот еще остались средства. Это Max Factor. Это тоже тональный крем. Он здесь абсолютно целый. 30 мл. Та-да-дам. Оттенок. Девчонки, никогда не пользовалась такой дорогой косметикой. Если честно, для меня это радость. Поэтому не надо спрашивать и говорить, зачем я покупаю косметику с рук открытую. Потому что я никогда такой не пользовалась. Мне все-таки очень-очень интересно. Так, а оттенок я вам сказать не могу. А, ну вот, наверное, и есть оттенок. Ой. Сейчас вам открою и покажу, как это дело будет. Вот, тоже совсем немножечко, смотрите, надо. Сейчас попробуем. Ой, он такой прям кремовый. Мне кажется, он еще и личико должен как-то увлажнять. Ну вот, посмотрите, он прям вообще такой невидимый. И, скорее всего, будет закрывать все изъяны. Матировать, мне кажется, будет хорошо кожу. В общем, тоже классное средство. И все вы знаете, что Max Factor дешево не стоит. Так, следующий парфюм. Я просто, девчонки, обалдела. Это был шок. В общем, сразу видно, что это какой-то старый парфюм. Причем запах у него, то есть он ни капельки не испортился. Это чувствуется. Я не догадалась посмотреть здесь. Я все перерыла. Я смотрела в интернете. Думаю, ну что за парфюм? Причем аромат знакомый. Он такой, он концентрированный. Он сильный. Прямо, вы знаете, как настоящие духи. Ну, наконец-то, сегодня я дозрела и посмотрела вот сюда. Это знаете, что за парфюм? Это парфюм 2012 года Perceive Avon. Я обалдела. Почему? Потому что мне этот аромат понравился. А вот этот аромат, который я покупала год или два года тому назад, мне не понравился совсем. Потому что, девчонки, ароматы разные. Да, есть схожесть. Я сразу поняла, что что-то подобное я нюхала. Но вот этим я не могу пользоваться вообще. Он удушающий. Он совершенно неженственный. Он отталкивающий. В общем, знаете, даже больше на одеколон такой похож, которым просто прижечь какие-то ранки, прыщички и все. То есть для меня это не парфюм. И поэтому вот второй год я... Ой, я еле-еле, в общем, кое-как. Вот это совсем другая песня. Да, определенно, я не знаю, то ли нотки поменялись, но, скорее всего, девчонки, мне кажется, поменялось качественно. Потому что Perceive на рынке-то довольно давно, мне кажется, уже больше 10 лет. Вот это аромат обалденный. Это концентрированный аромат, это сильный аромат, это жгучий аромат. Он очень женственный. Причем, знаете, как он классно раскрывается? Спустя 3-4 часа он стал мягким и сладким. То есть поначалу он прямо такой дерзкий, его надо совсем немного, а потом он раскрылся совсем с другой женственной стороны. И какая разительная разница, девчонки. Если найдете раритетные такие, в общем, духи, берите обязательно. Вот они прям духами сделаны. И поэтому я никогда не думала, что мне Perceive может понравиться. Вот это Perceive 2012 года. Да, вот так вот. Так, и ради чего я, собственно, девчонки брала, у меня еще заканчивается время, это 3 средства, которые стоят даже дешевле, чем я купила все. Это вот такой вот Max Factor тональный крем. Его меньше половины осталось, но, однако, осталось. Его я уже пробовала, он классный. Он очень, здесь удобный носик. Он дорогой довольно-таки. Я не могу себе позволить тональный крем за 600, за 500, за 700 рублей. Поэтому вот очень классно он все перекрывает. Посмотрите, и он сразу прям, посмотрите, какая кожа становится идеальная. Классное средство просто. Я в восторге. Самое главное, из-за чего я хотела, это вот такая вот тушь L'Oréal Paris False Lash Superstar. С одной стороны у нас такая, как это правильно называется, девчонки, гель? Не гель, в общем, белый. Давайте сразу. Вот тушь такая, кисточка изогнутая. Кисточки не силиконовые. Туши абсолютно полные. Девушке просто тушь не понравилась. Написано эффект накладных ресниц. В общем, только единственное, что когда наносим белую основу, то нужно быстренько сразу же наносить черную, иначе все это у нас дело будет комками. Обалденно прокрашивает. Я вам во влоге кусочек сняла в конце. Посмотрите, обратите внимание на ресницы на мои. Они были накрашены в один слой. Всего в один слой. Посмотрите, какой эффект. Обалденная вещь, но очень дорогая. Очень дорогая. Стоит она около, тоже, по-моему, 500-600 рублей. И вот такая вот прелесть. Это бальзам. Ой, какой бальзам? Как она называется? Для губ. Нух, Никс. Ну, я называю Нух, в общем, Никс. Как называется? Ну, девчонки, я думаю, вы меня поняли. В общем, все время заканчивается. Быстренько тороплюсь. Цвет не такой, как в баночке. Он у меня на губах в прошлом влоге. Тоже обратите внимание. Держится очень долго, скажу сразу. Ничего он не подчеркивает. Никакие неровности ваших губок, шелушения. Он, наоборот, их вытягивает и прячет. Матовый, матовый. Он матовый. Поэтому обалденное средство. Оно не скатывается. Супер. Тоже дорогое. Я вам покажу сейчас весь объем косметики. Вот он, весь объем косметики. Девчонки, покупала все это. В суммаре я за 500 рублей. Все. 500 рублей. Ровно. И делайте выводы сами. Выгодно это или нет. Ну, кроме вот этого, конечно, бутылька. Я считаю, что даже вот эти вот три средства, они стоят дороже. И, кстати, абсолютно вот этот вот был новый. Я его открыла и бумажечку тоже я расковыряла, чтобы посмотреть. Новый. Я очень довольна. Ну, всем пока-пока. Спасибо вам за просмотр.